Итак, еще одно видео и седьмого места на первое. Ваня здесь снова будет без борьбы отдавать позицию на старте. Все стартовали. Ну, 55-й карт еще быстрее намного, но понятно. Здесь мы видим, что ракетинг, если бы поворачивал, как обычно, то я бы попробовал пойти по внешке. Здесь ракетинг свой карт распускает на внешку, тем самым блокируя методорогу. Если бы он спокойно и медленно прошел к серединке, то, понятым делом, я бы мог попробовать по внешке его атаковать. Он это понял. На первом круге был спойский карт с холодной шеи, поскольку он еще не ездил, и не хватало степени от поворота для того, чтобы сразу же атаковать. Ну, уже буквально к концу круга шина пришла в норму. Ну и внутри ребят, поскольку сдерживали, их там был не оптимальный. Здесь смотрим на то, что делает ракетинг. Он вообще перед этим поворотом любит с большой ширины заходить, что даже с косомой точки зрения не совсем правильно, но сегодня мы говорим не об этом. Но паровоз вытормаживается, и понятно, что его попытка по внешке объехать слишком медлены. То есть мы знаем, что первый защищается, потом второй еще медленнее, третий еще медленнее, четвертый еще медленнее. И, соответственно, можно ходом на скорости попробовать вклиниться. Тем более, здесь атакуя с внешки, в следующем полоте мы внутри. И в данном случае он не только успешно это сделал, он еще открыл дорогу мне. Хотя ничто не предмещало в данной ситуации, что я здесь выиграю позицию. Я как бы об этом даже не мог бы и мечтать. Но вытормаживающийся паровозик слишком потерял скорость. Я быстро очень прошел в полуворот тоже, за счет того, что был на оптимальной траектории. Сербин в данном случае оказался жертвой обороняющегося паровоза. А самая главная жертва в обороняющемся паровозе, то, кто едет на последней позиции в этом паровозике. Ну, обычно это вторая, третья позиция. Я ускоряю Сербина, здесь мы проходим. И оставляем вместо Сережи, но ему не хватает скорости, чтобы со мной побороться и как каком-то продавать. Впереди достаточно интересная борьба. Терешенко пробует против Денипрова. Денипров идет внутрь. И, казалось бы, с такой позиции у Терешенко есть шансы. Но он проходит тоже очень быстро. И перед этим поворотом не успевает объехать Димитров. Димитров остался внутри, и они вдвоем ходят поворотом. Мы знаем, что там внешка, практика уже показала проигрышная. Там начинает карт стаскивать на внешку, а на внешке там еще чуть дальше пыль и грязь. Карта теряет сцепление и теряет ход. Что и произошло сейчас с Андреем на видео. Ну, что делать? И в этой ситуации допустил ошибку Рокитин. Вот он распускает карт. Андрея заносит, он теряет ход. Илья, не предвидя это, теряет ход, бросает газ именно в этот момент сейчас. Отруливает Андрея, уходит на внешку, чтобы в него не врезаться. А так все совпало, что мне снова подарили позицию. Илье нужно было читать ситуацию, предвидеть то, что может случиться впереди. И сделать все, чтобы карт, который позади, не смог внутрь перед дугой влезть. Потому что все, внутрь есть и влез карт, это проигрыш. Здесь в этой ситуации я не поступлю как негой. И никаким образом не смогу, не дам Рокитину по внешке пройти. Все, просто ты проходишь быстро и заставляешь соперника бросить газ. Потому что он понимает, что он там просто не удерживается. Дальше допускает ошибку терещинка. Здесь увидел он калиточку, которая открывает проходик здесь Димитра Дима. И пытается пройти внутрь. Но ошибается на торможении. Не знаю, что к этому привело. Можно было здесь, понесло его раз, понесло два. Можно было с большей скоростью пройти, попробовать объехать. Но он отлавливал карт. И погасил скорость настолько, что смог на внешке остаться Димитров рядом с ним. И один в один, когда это он мне подарил позицию Сербин. Благодаря Рокитину, который был на месте сейчас Димитров, точно так же я в этом же повороте прибил еще одну позицию. Дальше я готовлю запаковать сорок первый раз. Здесь мне внутрь не хватает. Я пробую с внешки. В свою очередь я понимаю, что уже позади все отстали. Терещинка, кстати, потерял даже позицию относительно не только меня, но и вот здесь в лес у нас мимо Рокитина Сербин. Терещинка потерял еще и одну позицию. Вот так вот разом. С третьего на пятое. И еще и здесь он борется с Рокитином. Входит Рокитин в ровную позицию. Не учитывает это Андрей. И вот. Какой происходит инцидент? Конечно же, возможно, Рокитин мог сбросить скорость, но здесь виноваты все частично. Наверное, кроме Сербина. Рокитин видел, что Андрей уже все равно продолжает свой маневр и не собирается сбрасывать скорость. И не собирается оставлять ему там место. Андрей, в свою очередь, не учел, что уже в равных позициях. В итоге его ставит опять-таки боком перед Рокитином и скидывает на Сербина, а он его выбивает. Ну, Рокитин с конечной точки зрения не нарушил здесь правила. Здесь ошибка, скорее, была на Андрея. То, что он в приравных позициях начал закрываться, его поставил боком. Точно, наверное, как и обменяя, когда он не играл на карте 38. И он просто отступил на Сербина. И тот оказался жертвой в этой ситуации. Зато выиграл здесь заговоры крива. Две позиции за эстракцию. А мы боремся за вторую позицию с Дмитровым. Хорошо, здесь прошел связку. Вообще, весь день ненезал на 41-м карте. Вкрутился в него и был стабилен. Здесь я тоже пытался подловить, как мы видим, Дмитрова. Атаки в этом повороте я готовлю еще. Начинаю с дуги. Вот иду узенько на быстром карте. И жду, что ошибется человек его снесет в сторону. И я нырнул внутрь. Но, опять-таки, внутрь нужно опередить. От большей скорости тебя еще больше стаскивает. В этом повороте это сложно. Конокарт едет так, как сейчас ехал Дмитров. На пути так практически невозможно. Он все сделал правильно. Сохранил скорость. И его не снесло еще дальше. В итоге я принимаю это в последний момент. Отпускаю его. Смещаю со внешку, чтобы хорошо ускориться. И это удается. Вы видите, разница колоссальная. В разгоне, если ты перед одним поворотом расширяешься вверх по прямой. Тогда как он отруливает аппексер? И еще чуть-чуть подставляет, как боком на выходе. Ну, здесь детская ошибка. Я даже не знаю. Дима, Дима, о чем ты думаешь? За тобой едет соперник в бампере. А ты просто вот здесь оставляешь место. Точно так же, в принципе, как и оставил его отеречника. И один в один эта ситуация напоминает прошлый год. Но я не даю возможности войти в этот поворот. Я просто проезжаю его на слишком большой скоростью. Я оставляю соперника позади. Да, он здесь перекрещивает. Да, я промахиваюсь мимо аппекса. Но перед следующим поворотом я нахожусь внутри. И здесь уже оставляю справа от себя Димитрова, а не слева, как это сделал конечника на предыдущей круге. Скорость карта позволяет уехать спокойно Диму на этом повороте. И опять-таки Дима, снова запускаешь. Это на выходе. Уберите вот эти дёрки рулём. Смотрим. Вот зачем было. Здесь куча места. Распусти так. Вот у тебя руль. Ты повернул влево. И выходишь и распускаешь. Скорость увеличивается. Чем больше скорости, тем меньше будет руля. Ну, это всё протеет колоссально. Потом нет скорости напрямую. Сразу варк. Всё, я уезжаю. Ну, дальше ещё один подарок. Давно встречать не Гоя. Которого тоже мы увидим заносит на выходе из поворота. Здесь Андрей идёт посередине. Входит в поворот как будто без торможения. И проходит его бачком куда-то далеко. Ребят, перед этим поворотом важно чётко вытормаживаться. Здесь нужно смотреть по норме. Вот. Мы тормотим. Еще раз. И вот уже газ. И когда мы затормозили сильно, резко, резко, сильно, резко, эффективно, мы сместили ногу веса вперёд. У нас появился бежак, появилась поворачиваяся кап. Всё. Гонка выиграна. За три круга. Не благодаря отдающимся каким-то супер-отборам. Просто благодаря ошибкам людей, которые ехали впереди. Не было ни одного какого-то такого расчёта, который можно было назвать супер-отбором, подготовленным, спланированным и так далее. Везде это была мгновенная реакция на ошибки людей. Дальше после этого можно пронизировать видео, посмотреть стиль пилотирования, траектории и точки торможения, и точки ускорения. Для того, чтобы, возможно, посмотреть пример для себя и более для тех, кто будет ехать в предстоящем мароконе. Всем привет, любите картинку. Спасибо.